Приветствую вас! Давайте разберём ваш вопрос. Вопрос, к сожалению, не полный. Текст вопроса не полностью написан, не загрузился. Вот, что, конечно, очень грустно. Хотелось бы видеть полную картину. Ввиду того, что, в общем-то, текст, как правило, не раскрывает всю проблему. Итак, мне 37 лет, я достаточно долго работаю над собой. Совсем недавно обнаружилось и начал взрослеть после ряда событий в моей жизни. Таких, как уход мамы, с которой не было должной и всё. То есть, как бы, вот, на этом вопрос заканчивается. Эм, да, есть теги, чувство вины и уверенности. Я думаю, что не случайно взросление у вас связано с чувством вины. Потому что для многих людей взросление обозначает приход к мысли, что я должен. То есть, вот именно такая мысль, я должен. Хотя на самом деле взросление это не продолжим. Взросление это больше про признание своих собственных, пожалуй, ограничений в первую очередь. То есть, человек, который замечает и который, ну, признаёт, да, свои ограничения, он в большей, думается, степени является взрослым. Нежели чем человек, который считает и допускает, что он должен всё. Вот, поэтому вы описываете на самом деле довольно тяжёлые вещи, в смысле того, что вы потеряли маму, да, вы описываете вот то, что... А её больше мамы в смысле нет. И безусловно, вне всякого сомнения это травма. Для... Ну, для вас это травма, безусловно. Но эту травму нужно пережить. Её нужно прожить. И не уходить как раз в это чувство вины, например, что... Ну, что я должен был больше, что я должен был лучше, или что я, например, там, допустим, что-то упустил. То есть это не про... это не про взрослость. Как раз. Это больше про борьбу с... Про борьбу с... Своими ограничениями, вот. Это про борьбу... С... С реальностью. Вот. Это про борьбу, можно сказать... С... 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 С собой. вот, ну то есть про борьбу с самим собой, вот, и ни к чему абсолютно хорошему это не приводит от слова совсем, от слова совсем, ни к чему хорошему. Поэтому да, вам больно сейчас, вам больно сейчас, вам тяжело сейчас, я думаю, что само собой, ну проблематика, да, она скорее всего связана не только с этим, я думаю, что есть ещё моменты, ну в смысле, в вашей вот реальности на сегодняшний день, есть ещё моменты, которые, несомненно, нужно как-то вот в данном случае следовать, да, моменты, которые в данном случае можно и нужно помочь вам прожить и пережить, вот, но на данный момент это так. Я, то есть я хочу подчеркнуть, что взросление, это не есть признание благослования, взросление есть признание собственных ограничений, вот. признание, ну признание, допущение, если угодно, что я чего-то не могу, что что-то не в моих силах, что я могу ошибиться, я могу быть не прав в чём-то, я могу быть не идеальным. Вот это является проявлением взросления, проявлением зрелости. Что ещё? Скажем так, немного смущает в вашем тексте и обращает на себя внимание. То, что вы пишете, что много работает, много работает, много работает над собой. Вот. Безусловно, кто-то вас похвалит, безусловно, кто-то вас похвалит и кто-то скажет вам, что вы молодец и вы, вероятно, на самом деле молодец, молодец. Вот. Но у меня вызывает вопрос, а вот, ну, зачем? Для чего вы над собой работаете? То есть, ну, как бы, хотите-то вы чего? Цель-то у вас, вот, ну... Цель в работе над собой у вас какая? Вот. То есть, вот это, на мой взгляд, очень, очень важно. Потому что, если вы работаете над собой просто потому что нужно работать, например... А я, кстати, вот, довольно легко могу представить, что вы над собой работаете просто потому что нужно работать. Вот. Мне кажется, что это очень, очень даже реально. То, что вы можете отличаться такой поведенческой моделью. Вот. И, в принципе, действительно, есть... Такая... Есть такая позиция, есть такое мнение, что действительно работать над собой можно всю жизнь. Это действительно может быть интересно. Это действительно может быть очень... Познавательно это действительно может вызывать приятные, хорошие, теплые чувства. Но всё-таки важен стимул. Важен стимул, так называемый, внутренний стимул. То есть, для чего, из чего я это делаю. Вот. На мой взгляд, вы это делаете не просто так. На мой взгляд, вы это делаете, потому что... Как-то вот считаете себя не идеальным, считаете себя... Тем, кто, ну вот, как-то должен, значит... Все время над собой работать, да, все время что-то делать. Вот. И я не уверен, что вы работаете над собой из... Ну, скажем так, из позитивного чувства. Я думаю, что вы над собой работаете из... Какого-то чувства больше рэкетного. Вот. Либо это чувство вины, либо это вот... Какие-то такие, ну, может быть, страхи, да, у вас. Вот. То есть, на мой взгляд, здесь есть, вот, к сожалению, что-то типа... Что-то типа тревожности здесь есть. Вот. Естественно, естественно, я могу быть не прав, естественно, я могу ошибаться, потому что это всё мои догадки сейчас. Вот. И важно не то, чтобы я был прав. Важно то, чтобы вам что-то откликнулось. Вот. То есть, важно, чтобы вы увидели. Что вам откликается в моём, например... Ну, в моём ответе, например, вас. Вот. Важно, чтобы вы постарались это увидеть. И важно, чтобы вы проследили свою обратную связь. Знаю. То есть, вот что это за обратная связь? У вас, например... Ну, ну, у вас... Появилась, да, там... Проявилась и так далее. Вот. То есть, вот, эээ... Такой... Такой момент. Эээ... Ну, достаточно важен здесь. Вот. Если мы хотим, опять же... Вам помочь. Вот. Как-то так, я думаю, можно. Вам сейчас ответить. На вопрос с точки зрения психологии. Эээ... Что хотелось бы сказать? Эээ... Хотелось бы сказать, что... Вашу маму... Эээ... Можно и нужно оплакивать. Эээ... Не страдать, не... ээээ... Ээээ... Бичевать себя. Как вы это делаете... На мой взгляд, сейчас. То есть, мне кажется, вот, что... Эээ... Вы... Свой вопрос-то... Эээ... В принципе... Решили задать. А именно... Эээ... 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 Ээээ... Эээ... Ну, в контексте... Ээээ... Ээээ... Ээээээ... Ээээээ... В кончике того, что вы неправильны, в кончике того, что вы виноваты перед контролем. И парадокс заключается в том, что подобные мысли... Подобные моменты как раз мешают оплакивать нам от тех близких, которых мы потеряли. Понимаете? Вот. И на мой взгляд, на мой взгляд, парадокс заключается в том, что как бы ни складывались обстоятельства, вот, как бы ни складывались отношения, ну, ваши отношения с мамой, например, вы бы, скорее всего, всё равно бы переживали. Так или иначе, вряд ли вы делали бы это меньше. Поэтому тратить свои силы на подобное можно, можно тратить свои силы на подобное, но, как мне кажется, это совершенно бесперспективно. Вот. Поэтому, позвольте себе, позвольте себе на самом деле просто оплакивать маму, вот, столько, сколько вам хочется, и плачьте, кричите, если угодно. Вот. Но не бегите от своих эмоций, не бегите от своих чувств. Я уверен, что никто бы для вас этого не хотел. Вот. К сожалению, я не знаю цели вашего вопроса, я не знаю, что вы хотели спросить. Всё, что у меня есть, это ваш текст, где вы пишете, собственно, про то, что я уже, ну, зачитал. Вот. Но, обычно, в ээээ, ситуациях, когда, ээээ, человек, эээ, ну, теряет, эээээ, кого-то из близких, ээээээ, всегда ставится вопрос о том, чего бы хотел этот близкий человек, чего бы хотел этот близкий человек для вас, вот, ну просто вот чего бы хотел, чего бы хотела мама для вас. И уверены ли вы в том, что с этим согласны, да, то есть уверены ли вы в том, что согласны с тем, что мама, например, для вас хотела, вот. Соглашаетесь ли вы с этим, там, допустим, просто потому что это мама и с ней, ну как бы нужно соглашаться, например, потому что вы, допустим, ну привыкли думать, что она, ваша мама всегда права, например, или вы соглашаетесь с ней, потому что это действительно вам откликает. Найти мужество признаться себе в этом не всегда бывает просто, совсем, совсем не всегда, к сожалению. Вот. Поэтому я думаю, что вам потребуется, так или иначе, вам потребуется поддержка. Вот. Вам потребуется поддержка в том, чтобы пройти этот достаточно непростой, как мы можем видеть, этап вашей жизни. Вот. И я думаю, что вы сможете пройти его, так скажем, со всеми для себя плюсами. Вот. Даже если сейчас вам кажется, что, ну, что всё плохо, что вы ничего не успели и так далее. Такой момент, такая история, я надеюсь, что вам это было интересно, я надеюсь, что вам это было полезно. Я буду вам очень благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу, позволит вам лучше себе разбираться, позволит вам лучше понимать, как и что с вами происходит. Вот. Позволит вам лучше контролировать и направлять свою жизнь. Вот. Что сейчас, как мне видится, для вас невозможно. Ну, по разным причинам, то есть, совершенно по разным причинам, здесь вот абсолютно не так важно, из-за чего так произошло. Вот. Просто сейчас вы находитесь вот в таком для себя состоянии и, в принципе, этого, на мой взгляд, более чем достаточно. Вот. То есть, более чем достаточно для того, чтобы понимать, что вам нужна, ну, помощь. Вот. Потому вам и нужна обратная связь. То есть, и по этой причине вам нужно сформулировать обратную связь. Потому что наличие обратной связи вам позволит сформулировать для себя базовые пространства того, чего бы вы хотели. Вот. Того, чего бы вы хотели для себя. Того, что бы вы хотели изменить. Вот. Что бы вы хотели, чтобы в вашей жизни было по-другому. И даже если сейчас, даже если сейчас вы этого не знаете, то есть даже если сейчас вы не знаете, чего вы хотите, то это не значит, что в будущем вы об этом не сможете узнать. Сможете? Если дадите себе для этого шанс. Ну, совершенно точно мне кажется, что для этого нужно отказаться от этой позиции, что вы всё можете, что вы должны были всё предусмотреть. И должны были всё знать. Вот. Вот как-то так. Пожалуй, я... Я бы хотел ответить вам на вопрос, который вы задаете. Вот. Ещё раз. Всего самого вам доброго. Хорошего. Вы молодец, что решились на то, чтобы вот начать об этом говорить. Не останавливайтесь. Удачи вам. Обращайтесь за помощью. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...